Джили Тугела, флагман флагман китайской компании на нашем рынке, чистопородный китаец теперь это гордо, и сейчас мы поедем в горах Адыгея на условный внедорожный маршрут я уж не знаю, насколько он серьезен но до этого, пока сюда доехали, проверили на вывешивании, как грибет полный привод давайте, небольшая вставочка попробуем оффроуд посмотрим, на что способен автомобиль хотя он, конечно, не для этого на, ручник надо снимать, конечно ручник он сам снимается, он растягивается ох, как, смотрите ну давай, газуй не, назад не надо, только вперед оффроуд, включи режим, проверим и пристегнись может она думает, что ты хочешь выбежать и поэтому не дает о поехали давай газу оффроуд режим включил о о вот это да, вот это дела, вы видели как а, слушай, но оффроуд режим работает ты увидел как ничего себе вот это да вот друзья а для я умею места найти такие серьезные же прям понятно было как распределение идет все хорошо то дело хотя она совсем не да это вообще утром ни разу но может все и jump in как видимо фроут режим работает и все это дело закусывается и весело ползет главное забыть его активировать иначе никуда не поедете так что то дело выпуска не нужно там извращаться как в его раз он драйверах там этих сука режимов я не знаю вагона маленькая тележка есть ты правильно не включь автомобиль не поедет здесь все проще есть что-то куда-то не едет тыкать его фроут режим и погнали вот здесь вот включается александр сегодня по-прежнему с нами как всегда двигаемся вперед с песни кстати да кстати вот увидел я не зачем он драйвером столько режимов очень дорожных просто какой-то трэш ну потому что они всем управляет в основном электроника есть возможность пожалуйста все это электроника нужно управлять сколько там внедорожных режимов 5 9 как меня еще станут да там их такой как и сама жесть другого что то есть ты не правишь не включишь правильный образ там не поедет я не знаю почему это режим нормально там есть авто типа но авто не хватает как правило то есть есть супер за наш какой этот режим мат по он грязь вот грязь включая на все случаи жизни вот играться супер режим он был сделать супер поехал у них должно быть разложено по полочкам да 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 и ты и я не понимаю зачем столько нужно я не знаю вот здесь все просто один режим да ну здесь сильные из потыка если конечно приятно всегда отключите газануть и вот в нем езжай что называется так что будем иметь ввиду создайте зеркала при используем задний уходок а по подворачиваться о том что в настройках с этим можно включить скорее всего это и по их дал то не по не поднялись и при этом если движешься задним ходом быстро да я опять возвращаются то есть то есть они делали у меня биджик дрибежит и что думать что это это у китаец еще три бежни друзья у нас биджики они вот дают звук к сожалению куда видеть то можно выложить но поехали режим бездорожья сейчас я прям наткнул что было понятно здесь все достаточно укатана бездорожье особо не нужно сейчас на левом там надо ехать бездорожье вот она бездорожья сразу машина по-другому начинает ехать во первых педаль газа имеет другую чувствительность сразу будто опа и машина встала потому что педаль газа используется на большую получается на больший ход нужно сильнее придавить чтобы машина поехала специально такое сделала чтобы даже лучше контролировать его то есть не такая она отзывчивая забавно достаточно как реализовано на мой взгляд ну вот контроль спуска с холма нужно использовать вот так включаем и машина начинает но при этом она собственно когда ты идешь накатом она контролирует историю до полной остановки то есть условно она сама не едет как европейцы control например этот ползущий режим и так далее она просто позволяет но режиме накатом с горки контролировать положение колес автомобиля чем интересно но я поставил на 30 а 30 держит так как и зафиксировал на скорости и она то есть получается ваш сможет спускаться так ну в любых вариантах если активы активируется он там помаргивает достаточно разумно самом деле подход на удивление у нас здесь вентиляции подогрев сидений причем двузонная то есть двухступенчатая скорее зонта 1 сидушка кстати вот как ты считаешь сидушка одна это как вот но это ограничение умышленно неумышленную ну да да только нижняя подушка на удивление ну ты знаешь объясняли то все что типа у нас всегда мы садимся более тонкой частью штанами на подушку а здесь всегда у нас есть куртка и она защищает честно говоря если с там история то была какая нам объяснили что подогрев ну ладно с подогревом фиг с ним дать и по спину зачем греть потому что у тебя там навсегда в куртке когда ты типа готов уже снять куртку значит там уже тепло и вообще нафиг не надо но когда спросили про вентиляцию но летом например когда подуть спину чтобы футболка не могла например в ваших почках сушну главное вовремя хорошую историю придумать да ну отмазка но приводка же них классно здоровье вот здоровье святое покушаться на универ отлично машина продержала этой системы то есть фиксирует скорость определенную или дальше нет разгоняться что окей работает план едем дальше сейчас нам налево будем стартовать будем выезжать заснеженный у нас участок слава богу монопривода тугела нет я надеюсь и и не будет будет сюда полный привод зачем участок стартовать как остров педаль в пол да и жда и машина весело выезжает всеми колесами вот так монопривод бы стоять дальше растягивать туда-сюда полный привод для россии всегда выключился у нас бездорожный режим после достижения 60 и мы идем вперед весело в горах адыгеи с турбиной вот ничего не вижу что там происходит с турбины не теряя мощности двух отрасли восьми коней которые здесь есть 8 ступенчатый автомат и в общем все хорошо ого вот так вот сейчас поднимемся будет 1700 это очень серьезная высота но на ту гель и ты не чувствуешь потому что турбина компенсирует потерю разряженного воздуха драгоценной мощности красивый мы видим сразу сторон гряд 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 гряды 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 горные гряды хребты нас было справились с со сложным русским языком так вас и нас расход там получилось структуре сбросишь что не понял юмор от все нормально 11 8 средний расход потребляет то дело топливо охотно это и отметим потихонечку едем престиж лаганаки плато лаганаки это уроки там склоны учусь и уже в ноябре плату лаганаки вот катается на лыжах суть всю до суром 10 минут ехать отлично ну и отлично будем двигаться дальше вновь хочется похвалить систему предактивного да то есть она смотрит что у нас впереди отражает все это на приборной панели здесь горные лошадки в упряжи причем так они все целый день и стоят несчастные и да вот склоны удивительно видимо поднимают на чем-то и людей запускают как-то так как-то так посмотрим что то она ждет наверху интересно даже жалко до самого перегиба мы не поднимемся нужно еще немножко ножками 10 метров буквально пройти но я вам покажу я вам для этом покажу куда в общем то едем будет здесь разрыв мэра в 4 обоим соответственно но если не будет нарушать правила не очень хочется пока всегда делал чем про музыку скажешь музыка музыка в авторежиме только мне кажется слушабельно тихо да она потому что тонком компенсации там видимо наш так зажимается это дело и получается что ну и гасшу ну toyota конечно весь кайф нам от езды toyota подубила подвинулась пещера здесь или есть нежная называется нежно нежно тебя сковывает своими каменюгами что или как-то или как он наверх на кота ну а ряды наверно совсем а мы сейчас до фото участка доедем обязательно посмотрим что там как сто процентов ваааа ничего не видно вообще ничего не видно нагревается асфальт ночью здесь минус 6 днем плюс 6 из-за этого сильный перепад все дело начинает стекать и вообще ничего не видно просто просто не видно за белое белое пятно огромное перед тобой и все мне кажется даже машина тоже слыша слыша слепла тоже она кстати ослепла разметку не видел сейчас только начало видеть а может то что она за этом в этом нечистотах отечественных то есть опять же в на нашей стране учитывая как все дороги убирают эти опции порой не настолько востребована сколько нам продвигает мизмай 11 какой-то там дикий мизбай вот там да там оффроуд прям а можно вгонять наконец-то наконец-то можно обогнать все дело мы избавились тойота и помчали дальше прекрасно идет на высокой скорости это дело вновь и вновь это можно констатировать без раскачек без покачивания всю мелочь она в себя выбирает и никак не упускает не потеряю ощущения по рулю ничего такого чем можно было придраться но в целом волю просто на самом деле вот кроссоверы волю которые великолепно едут это вот тугела просто дешевле доступнее что на 2,5 миллиона многие спрашивают зачем зачем ведь все как раз и говорят все тихают ее вот есть аркану костерили за то что моторов не этот вариатор то тугелу могут костерить только за то что он типа стоит дорого но поэтому она хорошая потому что стоит дорого вот весь ответ через 600 метров поверните на двор он была бы она хитом если бы стоил доступнее супер хит был бы так сейчас нам туда про налево налево притормаживаем ну тут просто люди поэтому я нет что-то неправильно вот написано пещера вот сверху пещера пещера ничего ничего не вижу сюда на прием здесь он здесь на должны пропустить он он проедем прям сады хватит грузовикам запрещают а у нас а и чтобы не ездили уаза сами отдельные и вот у нас начинается опять оффроуд режим поехали посмотрим как машина идет подобного рода препятствия накатанная дорога видим подвеска не издает никаких звуков ничего так здесь нам на точку куда-то левее вот здесь квадроцикла предлагают людям где-то поездить на сейчас направо поедем нормально соли тут ничего так оффроуд у нас сейчас будет сарик можно было по квадроклее лишь поехать но поедем прямо прямо вот здесь поедем еще просто поеду своих можно до бруссер давай тугела но дави педаль тугела идет а вот здесь это она переключилась и не на не надо было переключаться согласись она переключилась вверх нет сейчас я активирую может дальше не проедем просто ну попробуй но и на я накатал просто сейчас я сейчас стартанет так сейчас понятно окей а о глубокий снег на мне сейчас вот блоки снег ну-ка о вещь ну создатель тугела дорогие у вас машина переключается зачем-то наверх из того что она переключается наверх но она теряет соответственно ход и в этот момент происходит разрыв мощи ну давай по аккуратный газ я приходится наш газа газом играть и чтобы она не уходила выше лишь можете поснимает она красиво ползает и потом отдельно поснимаю не а если до впереди этого перегрева но как мы понимаем посмотрим еще сведу идем я сейчас доведу нормально до кипения а он переключает наш вверх и но он тоже переключает вверх просил александра сделать проверку полного привода сможет ли тугела проработать длительную в интенсивном подъеме при порошенном снеге естественно педаль в пол давить иначе автомобиль никуда не поедет проверяем проверяем давай полный привод покажу на что ты способен какие возможности автомобиль есть напомню что это купе кроссовер задача реализовать мощность а не оффроудит тем не менее автомобиль справляется ручник вот давай еще раз вот так тугела штурмует всеми четырьмя колеса увидим момент назад хорошо передается и все-таки немножечко немножечко не хватило смотрит работает до но у вас сарит айти как срывает срывается пробуксовка но уверенно работает система перебрасывает момент я бы еще больше конечно долга сейчас что случится смотрите мы видим раскручена сутер сбрасывает переключает опять раскручивать раскручивает да я считаю что единственное что нужно было сделать все переспределяется оптимально но переключение вверх на передачу но мешает равномерному движению возможно ограничивает проходимость для того чтобы до горячей головы не считали что это суперкар с точки зрения бездора но тем не менее был бы попроще несколько ехать у тут мосту дело выскакивает метаться на взгляд работает отлично как проверим стенд но я думаю на точно с этим справится в общем все хорошо с тем который спуск холма есть все четко но и красный конечно красный саппорта это здорово ну ладно вот так справились мы ситуации побуксовали машина не перегрелась да но вот здесь явно есть момент который можно поработать создателям и исключить переключение вверх что и доход на удержание вот с этим некоторых автомобилей сейчас многие кстати стараются именно так и делать пограничить переключение видит что она знает что буксуют колес по датчикам главы скоростей слушай но здесь опять эта история так безопасность потому что условно говоря опять если мы все-таки начинаем переключаемся на здравый смысл и понимаем что это не внедорожка да ну согласен согласен должен проезжать по легкому бездорожью условно даже это скорее не бездорожье его пересечен на местность поэтому он при режимах вот условно давай чтоб он не переключался у него полетят коробки у него полетят движки у него полетит блин я не знаю что еще там система полного привода такие датчики мальчики прочие дела просто из-за того что о блин она не переключать значит его можно нагнать на бездорожье народ же у нас и на раз бывает так что ну а может и погнал ну так и если уже народ на каптюрах умудряется по бездорожью потому что поэтому может быть все таки лучше пусть она будет более безопасность технической точки зрения что просто народ понимала здесь есть ограничение включается соответственно я тут не вылезу например не поеду и молодец да здесь да это по им как оффроудер настоящий на снимать суши проговорим про здравый смысл приехали не сюда думаешь а там наверх налево мне кажется да налево здесь нельзя налево повернуть поскольку здесь ухты пойти солнечный панда панели со стороны мы здесь считаешь если развернуться твое твое эти мои твои мысли аккуратно на тех тех паркинг конечно вы сделали но то что у него в разных режимах он ведет себя реально по разному так как нужно это факт это уже огромный плюс потому что большинство условно говоря для режима комфорт или нормал они берут делают педаль газа условно слишком хреновой а в режиме спорт это педаль возвращается в нормальное положение то здесь все таки как то ну краску проверим за одно че ну ты же какой его крутой оффроудер бог оффроуд но здесь все дальше у него и дальше мы геометрически немножко не это немножечко до геометрии у нас ребят здесь ну немножко не улезен короче ладно пойдем пешком пойдем пешком дабы это ну не заниматься фигни короче нет в этом смысла никакого разумного хотя можно чисто ради интереса вот здесь вот смотри мне кажется хватит клиренса чтобы проехать и снять прям наш вот туда вот сейчас посмотрим вот здесь вот смотри ох красота да видок то нормальный видок да давай сюда загоним хотя все не видно будет то есть может сюда поставить вот сюда но сегодня особо видно я вот вам показываю виды вы можете не ездить в таке я вам все показал короче ой вот она 100 баксов вот сами вот здесь главная точка вот она с камнем короче и вот туда уйо тут падать нормально да по ту нормально красиво горд какой то ну дорога переваливает дальше хорошо да 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 да